Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 4 ноября 2021 года. На улице очень-очень даже тепло. 15 градусов тепла, бабье лето. Настоящее бабье лето. Но последние денёчки. Решила погодка нас побаловать. Хочу вам показать, как я пролечила свой сад и побелила. Всё, сегодня я закончила. Вот осталось немного краски. Нужно будет попроходить, где плохо что-то, где-то раны залечила, размазать всю краску. Вот видите, всё равно течёт. Что с моим персиком, не знаю. Вот, течёт сок с него. Или смола. Пролечила сок. Ой, сок. Пролечила персик. Свои колоновидные яблони. Всё пообрезала, замазывала ранки ранетом. Сейчас жучек тех закрою. Замучили. Пообрезала всю свою смородину, крыжевник. И тоже покрасила, позалечивала ранки. Большой труд сделала. Пол месяца возилась с этими растениями своими. Вот, пообрезала, поредила. Я не люблю сильно шикарные большие кусты смородины, крыжевника. Я люблю, чтобы так было умеру ягод. А когда излишки, это мне не нравится. Ну, теперь начнём укрывать. Это вот моя груша, русская красавица. Это мой абрикос орловчанин. Тоже он, видите, валяются палки с него. Всё пообрезала. Всё позалечила. Тоже нужно укрывать. Это завтра уже начнём укрывать. Это вот моя нектаринка-харка. За лето так она выросла. У меня хорошо садила. Стволик такой тоненький был. Это прям мощное деревце стало. Но я подкармливала куриным помётом. Тоже буду завтра укрывать. Все эти три деревца я буду укрывать завтра. Из сарая у курочек забирать, вычищать. А эти самые стружки. Я вместе с куриным помётом. И буду эти три деревца завтра укрывать. Как переливается красиво. Не знаю, передаст моя камера или нет. На солнышке какая красота. Переливается. Даже уходить не хочется. Вот орех у меня правда остался. Я про него и забыла. Выращенный из косточки. Что-то мне вот эта ветка усохла. Нужно обрезать, вырезать. Тоже лечить. Краска осталась. Но это тоже буду делать завтра. Сегодня я укрою ирисы свои белые. Так вот пролечила свою войлочную вишенку. Тоже обрезала, поредила. Ранки залечила. А с вишнями я очень жестоко поступила. Со старыми. Топором прям обсекала ветви. И сына просила. Секла без жалости. Вот это очень старая вишня. Её лет 18, а то больше. Рядила её. В этом году было очень много гнилых. О, они болтаются ещё. Поэтому запущена была вишня. Вот эту ветку желательно убрать бы эти две. Но это уже весной. Уже не хочу. Запущены. Было не подойти к ней. Всё вырезала. Всё вычистила. Оставила ветки только которые вверх. И эту вот рубила без жалости. Осталась краска. Нужно её будет поразмазать. Вот видите. Ветки все рубила без жалости. Вон сколько много. Пролечила весь свой сад. Маленькие деревца. Тоже пролечила. Вот только из косточки у меня осталась там яблоночка не пролечена. Сейчас будем её лечить. Я про неё забыла тоже. Это вот у меня погибала груша. Ни одной груши не попробовали. Здесь вот от ствола шёл прямой ствол. Его пришлось убрать. Вот такая получилась у нас теперь фигуристая груша. Это у меня черешинка. Такая красавица. Уже на следующий год должны быть черешни. А здесь мы яблочки уже пробовали. Не в этом году, а в прошлом году. Розовенькие, маленькие, сладенькие. Но сорта не знаю. Я покупала у людей. Сама не знаю, что покупала. Ежевику ещё не укрываю. Дня через два второй буду укрывать. Здесь полечила вот эту свою красную черешню. Вот так вот. Тоже пускай верх растёт. Здесь обрезать в ней совсем нечего. И не буду. Пускай силы набирает. И вот эта оранжевая у меня черешня. Какая-то тоже уродливая, больная. Не идёт, не растёт. Это всё нужно ещё обливать. Ну вот и всё, мои дорогие друзья. Показала я вам, как полечила я свой сад. Ещё вот покажу. Там возле дома у меня три вишни. Тоже обрезала без жалости. Сегодня хочу закончить, укрывать свои цветы. Да, уже надоело, честное слово. Как я говорила, всю листву с огорода убрала. Это, короче, двойная работа у меня получилась. Вот. Вот у меня возле туалета три вишенки сидят. Вишни на них вкусные, сладкие. Но с кислина чувствуется прилично. Вверх ничего не стала обрезать, а убрала лишь только от газовой трубы. Всё обчистила. Вот неправильно я тоже посадила. Некоторым людям замечания делала. А сама она химичила. Нельзя деревья сажать прямо у забора. Это очень вредит соседям. Но я постепенно их... Когда скажут мне замечания и сделают, я без разговора их уберу. Жалко, конечно, будет. Но я, как садовод, я не права. Нельзя на меже сажать. Три метра. Ну, ладно. Ну, пока не делают ни замечаний. Никто ничего не говорит. Ну, вот и всё, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok